Как вас зовут? Меня зовут Владимир. Я выходил из школы креатива, где проходила сегодня и завтра будет второй день Art Basar. В формате Art Basar проходят мастер-классы. Елена Минина, мы друг друга увидели только сейчас, она проводит здесь шикарный мастер-класс. Я наслышан, приходили ко мне женщины рассказывали, как кто-то, какая-то ведущая пела своим голосом, у них открывались чакры и это что-то такое, что они не испытывали. Это очень круто. И они это рассказывали мне. А вы что делали там? А я там чуть-чуть продавал всяких арт-изделий, объектов моих друзей. Я даже, когда исследовал пространство, здесь очень интересное пространство трехуровневое, как минимум. На самом верхнем уровне, в зоне мастер-классов, я видел, женщины скрипели голосом примерно так... Я понял, что я это не могу себе позволить, я оттуда убежал. Почему не можете позволить? Ну, как-то вот так вот. Я решил, что в данный момент я не могу себе это позволить. Но я знаю, что это очень классная практика, вообще голосовая. Когда я позволяю себе быть несовершенным, а через это несовершенство во мне что-то расслабляется, отпускается, я становлюсь более свободным. Конечно. Вот. Но вот это надо, чтобы были такие источники, вот как Елена Минина, чтобы человек вот как-то поверил, что он может себе позволить быть несовершенным. Вы знаете, они там все смогли. Я плавно трясена. Я видел, я видел. Они все смогли. Я видел, да. И, собственно, вот я когда выходил, я увидел, как Елена, оказывается, в прямом эфире, ВКонтакте, общается со своими поклонниками, аудиторией. Вот. И это было настолько живое и непосредственное поток вот в эту вот штуку. Вот. Я первый раз видел человека, который по селфи со своим телефоном разговаривает так живо. Вот. И это действительно очень круто. Можно я вас обниму? Да. Вот. И несмотря на то, что круто, вот это слово очень такое, может быть, плоское, оно как кирпич, и оно не может все передать, но это действительно что-то, как сказать, выходящее за рамки. И я вот, находясь здесь, в радиусе 15 метров, попал в этот поток, и я как будто бы оказался на небольшом мастер, ну, в общем, на том мастер-классе. И во мне, вот, я не знаю, теле, чакры или нет, открывались, и вот возникает очень тонкие ощущения, и с ними приходит контакт с собой, контакт с собой, это всегда такое, как бы, в общем, высвобождение от зажимов. Да. Скованности. Да. И, ну, это не только приятные ощущения, но это вот, как бы, такое состояние очень ценное, в нем хочется пребывать. Поэтому я вот тут, собственно, и находился. А-а-а, вот почему вы так долго не уходили. Да. Я думала, вы кого мы ждете. Не, на самом деле была мысль просто выразить вот это вот, ну, собственно, познакомиться и выразить вот это восхищение вами от ваших слушательниц. Вот. Но помимо этого я еще попал в процесс, поэтому этого войны не было. Интересно. Свезло. Свезло, да. Вот, вот такое чудо. Вот, я рад, что чудо случается. Я знаю, что оно всегда рядом, но не всегда мы готовы к нему открыться. Вот, можно я тебя взгляну? Боже мой, это невероятно. Обалдеть можно. Я очень рад. Спасибо огромное. Спасибо. Пока. Всем петь, звучать. До свидания.